здарова сандро парни и так у нас снова рубрика рок-библиотекарь только вот рок-библиотекарь у нас сегодня 10 дней в запое 10 дней в запое было ничего не читал поэтому пока рассказать ничего не могу поэтому у нас теперь рубрика на сегодняшний день боевые ранения не рок-библиотекарь а алка библиотекарь ни хрена кто это те кусал не помню локти сбитые там какие-то еще раз покажи синяк кого такие челюсти ли кто-то блин даже не знаю но это не за руки охватал кто-то что за вообще нереально а что это депрессуха из-за жары у тебя поперла блин все хорошо но ты уже два дня уже не квасишь уже нормально себя чувствую а кодироваться но что посмотришь не посмотрел экипаж не смотрел мне не смотрел я только российский экипаж смотрел а мне тот фильм нравится тут крутой был я его в детстве смотрел там охреневал особенно мне жалко было того этого летчика которого там одевали одежды он там лес там какой-то на луне и потом с него снимали эту всю одежду всю кровавленную люто и даже там были какие-то эротические сцены а шо там сашки сказали короче у нас саша собрался было в самую модную кодировочную больницу блин зарулить не будем говорить только называть да и что там тебе сказали на зале слушай это все хуйня прям матом на ты со мной можешь себя не обманывать и не обманываться едь домой лучше и сам не пей а почему они так скажешь но потому что все им стыдно было с тебя бабки брать верно болен о как и что нить из я вряд ли делать они ну как-нибудь старайся сам это сходил сюда к психотерапевту до которого я зашивался а он сказал тебе тоже уме тоже самое сказал валять ни хрена себе вот тема когда мы бля шушь мне делать то теперь остался без защиты для ты уже столько раз кодировался что тебя просто вообще никак короче не берет зашивать я тебе не буду тебя это уже не возьмет ты конечно ты через каждые блин шесть месяцев кодируешься блин но и понеслась у тебя блин котировка запой кодировка запой кодировка запой ладно это все эта фигня фича в чем самое главное что после 35 лет кодировка короче не канает никак уже другой обмен веществ только до 35 лет до и только может помочь какой-то блин ярый психолог наверное типа не как покойный грач говорил как хомутова кодировали год водка будет гнилыми тряпками пахнуть и сразу они начали проверять пахнет ли водка гнилыми тряпками только деньги за кодировку отдали в оболе да теперь ты у нас саша алка библиотекарь это тоже крутая должна что-нибудь начитаю на днях ну ты там вроде как стивена я кинга начал познавать а ты сам фильм сияние смотри нравится тебе за книжка интереснее поэтому я хочу читать ну ты еще там почитай зеленую милю почитай я последнее что у кинга читал блин я полностью цикл темная башня прочитал блин очень меня сильно это конечно так до впечатлило а потом я так сильно ждал фильма темная башня и вот экранизация вышла блин блин там такая херня эти скажу во первых там ну там по книге там стрелоком как его представляешь себе это но ковбой кто у нас там ковбой все время играет вот представляешь себе истуда короче в роли стрелка блин но с револьверами длинными короче блин азам прикинь в фильме заморочили негры короче негра ковбои бля я думаю охренеть что за бредняк а там еще там как бы типа сказать сюжетная линия того что стрелок это один из потомок потомков короче короля артура там по крови а тут такие в экранизации не вырисовывается короче и получается что короля король артур был негром негр с эскалибуром короче там типа заморачивался а по книге там типа того что он по крови там потомок короче короля артура а из меча из калибур сделали вот эти револьверы там типа того что который против нечисти там херачат короче все ну такие там жиганские да я знал я там я просто думаю нихренасти такая книга крутая блин думаю сейчас и кино такое же будет еще и думаю там как франшиза будет типа как ты экипаж не смотрел да нет не смотрю посмотрю смотри с вашингтона я пасти венок кингусом летел короче самолет он попал в разу он бухой он алкоголик был и когда на кокаине сидел он летит так взлетаем там все трясется все такие на измене там этот пилот второй эти проводить бортпроводница так а ему похуй кофе мне принеси кофе говорю принеси ему кофе он такой кофе выпил так что теперь все взлет взлетаем надо прорвать это грозовое облако такое взлетает потом что-то летят 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 так мы падаем теряем высоту надо самолет перевернуть переворачивает вот так пассажирскими и летят они вниз головой ну круто там вообще не то что он смешной понимаешь решение